Приветствую всех дорогие друзья, в этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому досмотрите его до конца и не забудьте поражать лайк с водяным охлаждением. И только с вашего позволения я начну с самой жирной видеокарты Nvidia нового поколения. В сети появились данные о преемнике RTX 3090 Ti, который может называться 4090 Ti, ну или же просто Titan. Если данные приведенные инсайдером окажутся правдой, то нас ждет сверхмощная потребительская модель, которая превзойдет 3090 Ti даже не в два раза. По новым данным флагман будет построен на плате PG-137-SKU0, тогда как обычный 4090 приписывает плату PG-139. Такие различия в платах уже говорят, что технически это будут немного разные модели и возможно флагман будет иметь три вертушки в реф исполнении. К тому же по данным источника потребление всей платы или typical bot power составит те самые 800 Вт, а значит третья вертушка лишней точно не будет. В качестве чипа тут выступит AD102450A1 на 18176 ядер CUDA, а объем памяти GDDR6X составит 48 ГБ. Причем эти 48 гигов будут набраны быстрой памятью GDDR6X с частотой 24 ГГц, а пропускная способность памяти составит 1,1 ТБ в секунду. Сам же Capite 7 Kimmy не называет название этого монстра, так как такая конфигурация реально больше походит на Titan, нежели на игровую видеокарту. Хотя может быть Хуанг решил в этот раз анонсировать 16к гейминг и именно под него они сделали самую мощную 4090 Ti. В любом случае стоит дождаться презентации, но мне кажется 48 гигов уж точно не пригодятся игровым видеокартам следующего поколения. А чтобы получать еще больше различных новостей, рекомендую вам присоединиться к моему телеграмм каналу, где также выходят новости про игры и железо. Ссылочку на него вы всегда можете найти в закрепленном комментарии или в описании. В ноябре прошлого года InnoSilicon представила серию видеокарт фэнтези номер один, но увы с тех пор про эти карточки ничего не было слышно. Возможно они просто ушли в майнинг, так как InnoSilicon известна как производитель асиков, а может быть их выпустили ограниченной партией. В любом случае карточки якобы вышли, но тестов мы так и не увидели. Теперь же компания готовится представить преемника серии и 3 августа нам расскажут про фэнтези No.2. Основная цель первой линейки была в том, чтобы обеспечить производительность уровня RTX 3060, но производитель так и не предоставил каких-то тестов, чтобы доказать это на деле. По идее у новой линейки должна быть еще большая цель и может быть на этот раз мы увидим хоть какой-то массовый продукт. К настоящему моменту лишь один производитель выпустил нереференсную версию карточки Arc A380 и это была китайская компания Gunnir. Именитые бренды пока что не сильно спешат представлять свои исполнения карточек Intel и возможно на это есть какие-то свои причины. Но в скором времени мы сможем увидеть A380 от тайваньской компании Esrock, которая до этого выпускала только карты AMD. Один из пользователей китайской социальной платформы Bilibili опубликовал видео, в котором демонстрируется внешний вид A380 в исполнении Challenger. Эта модель Esrock получит один вентилятор охлаждения и будет занимать два слота расширения в системнике. Если учитывать что A380 это лютая бюджетка, то такого охлада ей хватит за глаза, а зачем Gunnir налепила два вентилятора вообще непонятно. И также новинка Esrock получила 1,8 пин для топ питания, а значит она будет кушать больше эталонных 75 ватт. Разработчики драйверов Intel для Linux выпустили обновление, которое повышает производительность лучей в 100 раз. До этого видеокарты работали плохо из-за ошибки в программном коде драйвера, которая приводила к неправильному распределению памяти в системе. Как пояснили инженеры, прежде реализации трассировки лучей Vulkan использовала внешнюю системную память вместо GDDR6 в составе видеокарты. В драйвере просто отсутствовала одна строка кода, которая отвечала бы за перераспределение памяти для выполнения этой задачи. Таким образом драйвер Vulkan перемещал данные трассировки лучей в более медленную системную память и обратно, что приводило к замедлению работы. И еще Intel пояснила, что пошло не так между видеокартами Arc и процессорами AMD. Оказывается поддержка Resizable BAR для систем AMD планировалась компанией изначально, но к моменту анонса видеокарты A380 просто не прошла валидацию. В будущем же даже самые производительные видеокарты Intel смогут работать в любых системах с поддержкой Resizable BAR. То есть каких либо проблем между красной системой и синей видеокартой быть не должно, но только при условии, что активирован Resizable BAR в биосе. Да и в целом активация этой функции просто необходима для видеокарт Arc, так как без нее наблюдается полная нестабильность и плохая производительность. AFOX подала заявку на регистрацию видеокарт RTX 4000 и RX 7000 в регулирующие органы Евразийской экономической комиссии. И пусть мы пока не знаем когда видеокарты будут выпущены, но компания AFOX уже полностью к ним готова. На самом деле это не означает, что все эти модели выйдут на рынок, но теперь AFOX будет куда проще запускать свои видеокарты. Эта компания ожидает преемников для всех существующих моделей, поэтому упоминает даже RX 7500 XT и RTX 4050. Ну а появление такой информации тонко намекает, что видеокарты нового поколения уже не за горами. 5 августа AMD и ее партнеры продемонстрируют будущие материнские платы на чипсете X670E. Эта демонстрация станет частью мероприятия Meet the Export, и такие показы почти всегда идут после запуска продуктов AMD. Поэтому грядущая демонстрация материнских плат 5 августа должна быть уже после презентации Ryzen 7000. Описание события говорит про поддержку недавно выпущенных процессоров AMD Ryzen серии 7000, что также намекает на их выход до мероприятия. Однако до сих пор AMD не делала никаких заявлений про грядущий релиз, а инсайдеры говорят, что Ryzen 7000 покажут 15 сентября. Поэтому не совсем понятно покажут ли нам до 5 августа Zen 4 в полной красе или же описание мероприятия просто написали с ошибкой. Компания Team Group анонсировала первый в мире M.2 SSD, система охлаждения которого выполнена на основе испарительной камеры. Помимо испарительной камеры со специальным дизайном, в состав изделия входит довольно крупный алюминиевый радиатор, а диапазон рабочих температур простирается от минус 40 до плюс 85 градусов по Цельсию. Однако на удивление это далеко не передовой SSD на PCI-4 или PCI-5, а обычный NVMe с памятью 3D TLC и PCI Express 3.0. С одной стороны эти накопители тоже не холодные и испарительная камера лишней не будет, но с другой она бы более хорошо вписалась в модели на PCI-4, которые греются еще больше. В следующем году в России планируется нарастить производство высокочистого неона до 180 тысяч кубов, за счет чего удастся покрыть почти четверть мировых потребностей в этом газе. Об этом на совещании президента рассказал глава Минпромторга. Говорится, что на сегодняшний день в России производится свыше 30% мировых объемов неоногелевой смеси. Сейчас на площадке в Бауманке планируется изначально вырабатывать порядка 70 тысяч кубов неона в год, то есть примерно 10% глобального рынка. А в следующем году планируется нарастить производство до 180 тысяч кубов. Таким образом по неону до конца следующего года планируется покрыть 25% мировых потребностей, а по ксенону и криптону около 30. И думаю стоит напомнить, что это очень важные газы для производства полупроводников. Старший художник студии Nighty Dog по текстурам прокомментировал сроки выхода ПК версии ремейка первой The Last of Us. По его словам The Last of Us Part 1 выйдет на ПК чуть позже, чем на PS5, но все равно очень скоро. Ничего подобного разработчики ранее не говорили и судя по всему Last of Us доберется до ПК реально очень быстро. Сам ремейк должен появиться на PS5 уже 2 сентября, поэтому ПК боярам осталось уже недолго ждать очередной эксклюзив Sony. Причем раньше релиза на PlayStation и на ПК разделял большой временной отрезок, и это первый раз когда игра может выйти практически в одно и то же время. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал подпиской на Boosty, переводами на карту или через спонсорство на YouTube. До скорого, друзья.